Бейт Аль-Хикма, интернет-мадресе представляет Итак, у нас сегодня пятый урок по чтению книги Мы дошли до слов автора назма Сифатурзати вал Абхали туррат Ади маатун масуна туззавали Сифаты сущности и действий, все они полностью То есть урран, имеется ввиду кафатан Все они предвечны Масуна туззавали, которые сохранены от исчезновения, от прекращения И соответственно, эта тема называется Сифатурзат во сифатурзат Качество сущности и качество действия Говорит шейх рахимагуллах Сумала алияккари в своем шахе И алам знает Ана сифатиззат Ма яльзаму минафьихи накидугу Во сифатурзат аф'аль Ма ла яльзаму минафьихи накидугу Знай, что сифаты сущности Это то, из отрицания чего вытекает их противоположность Например, знание Ты говоришь, что если у Аллаха нет знания, значит у Аллаха есть невежество Если ты говоришь, что отрицаешь у Аллаха силу Значит у Аллаха будет немощность, отсутствие силы Или ты говоришь, что Аллах нет речи Из этого вытекает немота То есть сифаты сущности, это те сифаты, отрицая которых мы утверждаем их противоположности Сифаты же действия Это те сифаты, отрицая которых мы не утверждаем противоположность Если мы говорим, что Аллах панаталя не наделяет пропитанием Из этого ничего не вытекает Не вытекает какая-то противоположность этому Сифат же это все, что мы не можем представить, кроме как следующим зачем-то То есть кроме как тем, что описывает какую-то сущность Поэтому отдельно, вне сущности, сифат мы не можем себе представить А сущность вне сифатов можно представить Истина в этом вопросе Те, кто сказали, что сифат это не сущность Они смотрели на сифа, что сифат А предпочтение сущности, то есть то, что мы сущность выделяем и отделяем, это очевидно Те же, кто сказали, что сифат это сама сущность Они смотрели или опирались на то, что сущность неотделима, неразделима от качеств А кто же сказал, что сущность не является самими сифатами и неотделима от нее Они смотрели, что если бы мы сказали, что сифаты являются самой сущностью То сами сифаты были бы сущностью и не было бы самих сифатов Если же мы их разделили бы, сказали, что сифаты живут вне сущности Тогда получился бы сочлененность, мы бы верили в Аллаха как в некую троицу И в некое множество из сущности, качеств и тому подобное Это является из категории абсурда Аллах лучше знает об истине в этом вопросе И о правильном состоянии И неспособность познать, это и есть познание Но Мангач Акыда Альусуна говорит о том, что сифат Аллах не является самой сущностью Но и вне сущности тоже не существует Следующая у нас идет под тема сифат Удад Кадиматум Били Ижма'а Сифаты сущности, они являются предвечными, не имеющими начала, согласно Ижма'ам Сумма сифат Удад, затем сифаты сущности, такие как Аль-Хая, жизнь, Валь-Ритм знания, Валь-Кудра, могущество, Валь-Ираду воля, Валь-Каламу, Валь-Саму, Валь-Басару Речь, слух и зрение, Кадиматум Били Ижма'а Они предвечные, согласно Ижме То есть, они не имеют начала, эти сифаты в Аллахе не появились, не исчезают, не меняются И что касается сифатов действия, которое называется таквином, и как создание вещей, наделение живых пропитанием, ибда, то есть создавание чего-то нового, давание начало чему-то, ихе, оживление, ифна, уничтожение То есть давание роста растеянного имена, давание роста чему-то, и подобных вещей То об их предвечности есть определенные дискуссии и споры И масаб наших имамов-ханафитов в том, что они предвечны И поэтому мы здесь видим, что шейф, рахиммагуллах, использует понятие аль-матуридия и ханафия как синонимы Они неразделимые синонимы И поэтому человек не может быть на мазабе ибн-тайми в вопросах и артиклада И говорить, что он при этом является ханафитом в матхабе Потому что мазаб аль-матуридия, он напрямую связан с уссуль-финх, ахнаф, как они его разработали И поэтому эти вещи не раздельны Поэтому имам здесь говорит, не говорит наш имам о матуридии, он говорит, наш имам ханафиты То есть матуридиты, это синонимы, что они предвечны То есть мазаб аль-матуридия заключается в утверждении сифата такуина как отдельного сифата, сифата действия И поэтому аль-матуридии выделяют действующее лицо, аль-фаайда, выделяют мафруль, то есть результат этого действия, выделяют фирр Вот фирр, это сифат уль-фирр, сифат качества действия, которым Аллах всегда описан Результат действия является сотворенным согласно Иджма Действующий Аллах по-наталии является предвечным согласно Иджма А вот что есть это действие? Ашайры говорят, что нет понятия предвечного действия И есть действующий и результат его действия Действующий предвечно согласно Иджма Сотворенное, результат этого действия сотворено согласно Иджма Матуридии говорят, что нет, действие является то качество, которое описывает Аллаха этим действием И поэтому Аллах творец еще до того, как что-либо сотворил И поэтому они выделяют это действие, говорят, что оно является предвечным Ашайры говорят, что они туда означают сила, воля и к этому возвращаются Поэтому шейх говорит Кто-то сказал, что это на самом деле расхождение словесное, но не истинное расхождение. То есть не расхождение реальное, в котором можно было сказать, что один ошибся, другой оказался прав. Но даже если мы возьмем мнение, что это реальное расхождение, что это хилаф аль-Хакейки, то он не доходит до такой степени, который бы один от них сделал бы кафирами, или от них сделал бы бедачиками, заблудшими, еретиками и так далее. Поэтому это расхождение, оно существует, и мы говорим, что Мазаб Маттуриди, утверждение сифата Ат-Такуин, сифата действия, которые являются предвечными сифатами. Но это не означает, что сам результат действия является предвечным, это понятно. И то, что Шеш сказали, сифат удзати валь аф'али турра, биддам мекуа, то есть а идет с даммой, ватажди дирра, ра идет урра, и над ра идет дождид, ай-Кафа, то есть полностью. То есть нас его, то есть он идет урра, это в виде хала идет, это хал, который возвращается к тому дамиру, дамир мустакин в слове кадима. Значит, здесь надо чуть-чуть разъяснить, что есть у нас понятие дамир аль мустакин, то есть это местоимение, которое скрыто. Например, мы говорим «якрау». «Якрау» – это фиан, и его файл – это хуа, и он дамир мустакин, джавазан, то есть он там скрыт, и его скрытие не является обязательно, не является допустимым. И вот этот дамир, он является дамир мустакин. Есть такое еще понятие, как дамир аль мустакин. Это дамир, который бывает скрыт в именах, ну, например, в Исму-фа'але, например, «кари». Мы говорим «кари» – «такдиль какой там? Буа» – это он. Какая разница между дамиром мустатиром и дамиром мустакином? Дамир мустатир дает джумлю, он дает джумля муфида. То есть мы говорим, например, «якрау» – это джумля фиаль, здесь есть фиаль, и здесь есть фааль, и он дает нам законченное смысловое предложение. Мы говорим «якрау» – это фиаль, а его фааль – «такдиль гуа». Но когда мы говорим «кари» – там есть, тоже есть у нас это имя, и тоже есть дамир, который мустатир скрыт, гуа, но он здесь джумля не дает. Поэтому «кари» – это просто «исм», это не является джумля муфида, оно не дает нам никакого законченного смыслового предложения. И поэтому здесь разница между дамиром мустатиром в глаголах, который дает его просто наличие, подразумевание, дает законченное смысловое предложение, а в именах этого нет. И поэтому слово «кадимат» – «какой дамир мустакин? Гия», но этот дамир не дает джумля. Это разница между дамир мустакин и дамир мустатир. Ну это изнахви то, что говорится. Ну, чтобы слово было понятно, необходимо его пояснить. То есть защищенное от исчезновения, от сущности, которую она описывает. То есть эти сифаты, которыми Аллах описан, сифатами сущности, сифатами действия, они защищены от исчезновения. То есть они будут вечные и никогда не исчезнут. Поэтому «акидахлю сунна» – что Аллах не меняется, субханаху та'аля. И все, что указывает внешний смысл на изменение, в виде перемещения, мы говорим, что это имеется в виду… Аллах знает лучше, что там имеется в виду, но это не имеется в виду «заваль», «тавайюр» и так далее. «Тавадуль» и подобные вещи. Аллах спанат а'аля выше этого. Аллах спанат а'аля – значение исчезновения и пропадания исчезновения. И как мы уже говорили, тот, у кого утверждена предвеченность, для того исчезновения невозможно. То, что мы установили, как не имеющий начало, как оно может исчезнуть? Как Аллах спанат а'аля, который своими качествами не начинался, а был всегда, как что-то может измениться в нем, исчезнуть? И смысл этого в том, что все сифаты Аллах спанат а'аля – предвечные, безначальные, вечные, постоянные, не исчезают и не изменяются. Следующий бейд. То есть здесь не «лякаль ашья», а «лякаль ашья» читается, без хамза здесь не читается. Дальше Мусанниф. То есть мы называем Аллаха «ши-ан», то есть чем-то, нечто, вещь, но не как другие, но не как что-то другое, не как другие вещи. Но я не знаю, насколько русскому вещь, наверное, это не подобает, про Аллах так говорить, ну, нечто, что-то, то есть что-то существующее. И называем Аллах сущностью, который чист от шести направлений, вверху, внизу, спереди, сзади, справа, слева. Аллах спанат а'аля от этих шести направлений чист. Дальше. То есть мы говорим, что «нусамми» это «сига мутакаллим», то есть мы говорим «маалюм», то есть состояние «маалюм», не «маджуль», то есть не «нусамма», а «нусамми», мы называем. «Ла вай маджуль», как в некоторых, то есть не «нусамма», как это в некоторых мусах сказано, «ид яруддугу» назбу каули и вадатан, потому что это мнение о том, что здесь идет возможность чтения «нусамма», а привлекается что? Потому что слово «даатан» идет в «назбе», то есть это «мафруль». Если бы «нусамма» был «маджуль», то это было бы «наеву» и он бы столбой в «рафре», но он здесь стоит «назбе», значит это является «маджуль», значит «нусамми» должны читать его в «маджуль», а не в «маджуль». Слово «ал-ашья» идет «маджуль». И стихотворная вот эта рифма, она становится правильной, если мы вот это «алиф» переносим, «харака», «хамзы» переносим на «лям» и читаем не «лякаль ащьяи», а читаем «лякаль ащьяи». Вот тогда, когда так читаем, то «вазан», то есть стихотворная форма, выпрямляется и такое дозволено делать стихах. «Вафи нусха ка ащья накерам», «вафи ухра ка ще ин», «ваилесе бе ще ин». В некоторых нусхах сказано «ка ащья», то есть не в определенном роде, тогда «вазану» не получается, если там «алифа» не будет, «алиф лам» не будет, тогда мы не сможем вот эту «хамзу» перенести и не сможем выпрямить строчку. «Вафи ухра ка ще ин», в другой рукописи сказано «ка ще ин». «Вахи мула аликкали» говорит «вахи лесит бе ще ин». Это мы не, ну это ничто, да, мы этим пренебрегаем, это неправильно. Правильно вот так, тогда стихотворная рифма выйдет правильно. Дальше мула аликкали говорит «мы, то есть, джамаат ахлю сунна, ахлю сунна называем Аллаха ще ин». «Илля анаху лесикаса ибль ащья, дата насифатан». И мы не говорим Аллаха, что Аллах ще ин, потому что Аллах сам про себя так сказал. Потому что Аллах сказал «куль айю ще ин, акбару шагада, кули ллях». То есть, что может быть более очевидно своим, ну, тем, что свидетельствует, то, что очевидное и свидетельство, а не скажет «скажи Аллах». То есть, Аллах назван ще ин, Аллах назван слово ще ин. То есть, при этом Аллах не похож на другие, на что другое, ни в своей сущности, ни в своих качествах. «Бинаан аляна ще ин, абимандал муджуд». То есть, нечто, значение, что что-то существующее. «Пау ау лаби ит лак и алий». И это Аллах спанатали больше заслуживает, чтобы его так называли, чем что-либо другое. А другое, либо допустимое, либо невозможное, невозможное в своем существовании, невозможное в своем даже представлении. И поэтому, если ще идет ще идет бимана муджуд, тогда Аллах спанаталя ау лаби хи. Аллах более очевидно, приоритетнее Аллах так называет, чем что-либо другое. Потому что, Аллах спанаталя, вазьбуль вуджуд, обязательно существующий. «Вамимма я дулу аля жавазит лак и алейхи субханаху». Это аят, который мы прочитали. «Кул айю шей ин, акбару шахада, кул лиллах». То есть, здесь Аллах шей ан назван. «Вамайдакирам». Если вы скажете, что слово шейун идет от «шаа, яшау, шейан». «Шаа, яшау, шейан». Это маздар от глагола «шаа». То есть, желать. «Вамайдакиля ащаа маздару ащейу маздару шаа». Если скажут, что «шай» это маздар глагол «шаа». Если мы скажем, что глагол «шаа» идет, его маздар ащей, идет значение «фаиля». То есть, желающий. То есть, там идет значение «альмуридия», то есть, желание. То есть, Аллах желающий. «Фа яджузуит лапугу алялллахи и кама сабака». То Аллах этим можно называть. «Ва им уридабиги маанал мафулия фала». Если же под этим имеется в виду значение мафулия, потому что, когда мы маздар употребляем, мы маздар можем употребить значение фаиля, мы маздар можем употребить значение мафулия. Если мы говорим, что ащей мы употребляем значение фаиля, желающий, то Аллаха так можно называть. Если мы маздар употребляем значение мафулия, то есть, то, что было пожелано, то есть, то, что пожелали, то Аллаха так нельзя называть, такое значение Аллаха нельзя употреблять. Но здесь, ащей, можно употреблять значение самого маздара, значение маужуд, существующее. То есть, Аллаха можно так называть, употребляя, понимая Аллаха в значении самого маздара, значение существования, существующее маужуд. То есть пример того, когда слово «щей» понимается как мафруль Аллах творит каждые вещи И можно здесь сказать, что здесь «щей» идет значение мафруля То есть то, что Аллах пожелал То, что пожеланное Аллах творит каждую вещь, которую он пожелался творить Так можно сказать Если же мы скажем, что «щей» здесь имеется в виду мазда Значение маужуд Но Аллах является творцом и самого себя? Нет, мы говорим, что мы на основе разума Из этого исключаем Аллаха Самого Аллаха Если мы скажем, что здесь «щей» это мафруль Тогда нет проблем Аллах сюда не входит Если мы скажем, что «щей» идет в значении мазда Тогда можно нам сказать, возразить Тогда вы сказали, что Аллах может в значении «щей» В значении маужуд употреблять «щей» здесь в значении маужуд идет Разве Аллах сюда не подпадает? Мы говорим, «исхаринату лякуль» Довод нашего разума Что Аллах не может быть сотворенным И мы его из этого Его, Аллах субхану та'аля Его качество удаляем Потому что Мухтазеля Этот аят приводит о сотворенности Корана О сотворенности качества Ишна Аллах субхану та'аля Мы говорим, нет «Схаринату лякуль» Довод нашего разума указывает Что Аллах субхану та'аля Его качества отсюда исключаются И в этом вопросе Есть у нас расхождение секты Субхану Аллах Этой сектой стали называть Ахлю Суна в наши дни Сектой, которую мы Ахлю Суна валь-джама'а Такфири Считаем их куфарами Считаем их заблудшими Занада Эта секта Одна из малочисленнейших сект В истории ислама Которая появилась Которая основатель Ахлю Суна был казнен Эта секта была разгромлена И особо этих последователей Не было Этим словом называют Ахлю Суна Хотя эти люди Утверждают, что Аллах спонта'али везде Эти люди утверждают, что То, чем назван Аллах То, чем называются люди Этими же словами Нельзя употреблять Аллах Называть Аллах Эти люди утверждают, что Ад конечен Ахлю Суна валь-джама'а Говорят, что Ад бесконечен Из-за всей этой Противоречия Махлю Суна валь-джама'а Такфири Но этим словом Аль-джамия В наши дни Называются Шайру аль-Матурагия Называют Потому что якобы Мы используем их правила Мы на их мазгабе И так далее Но если Под их мазгабам Иметь ввиду Эль-муль-талям Под их мазгабам Иметь ввиду Что Аллах Не занимает места Не имеет направления Тогда вся умма такая Потому что Кроме мушапиа И муджасима Никто больше Аллах Не придает места Шиа Шииты Говорят, что Аллах Не имеет места Не имеет направления В наши дни Хавариджи То есть Шиа И это говорят Ишиа Ихна ашария Ишиа За идеей Это говорят Мы возьмем Секту хаваридж Который остался Исторически Али-бадыя Али-бадыя Говорят, что Аллах Не имеет места Не имеет направления Все эфиропты Которые были Они говорят, что Аллах Не имеет места Кроме одной Мушапиа Муджасима И им подобные И почему тогда Они это слово Потребляют Все умма Единогласно Кроме них Они говорят Аллах Не имеет место На направления Все остальные группы Течения Говорят, что Аллах Не имеет места На направления Поэтому То, что Они это слово Потребляют В отношении Это зульму, это оскорбление, это несправедливость. Когда они говорят, они говорят, Аллаха нельзя назвать. Также нельзя называть всем, с чем творение может разделить Аллаха в названии. То есть, Аллаха. Творение можно назвать знающим, значит, Аллаха нельзя назвать знающим. Творение можно назвать сильным, значит, Аллаха нельзя назвать таким словом. Мы на это говорим нет. Есть иштераку лавс, есть иштераку мана. Есть, когда одно и то же слово употребляется двум разным вещам, и под ними разным имеется в виду. Когда мы говорим, что лавс панатали, знание, мы говорим, это знание не имеет начала, не имеет конца. Это знание не изменяется, не прибавляется, не убавляется. Поэтому смысл слова знания не такой же, как у Аллаха панатали. И поэтому, как Абу-Мисур Аль-Баздави в своей книге про Акыде говорит, что если есть одно различие, какой-то аспект различия в смысле, то ташбига уже нет. Ташбига уже нет. Если мы говорим, что в знании Аллаха, в смысле знания Аллаха, есть хотя бы одно отличие от смысла знания творений, значит, ташбига нет в смысле. Значит, нету иштераку лавс. Потому что смысл должен быть одинаковый, один единый смысл должен быть. Мы говорим, знание Аллаха предвечено, знание творений не сотворено. Все, уже в смысле нет сходства. И поэтому в том, что мы Аллах панатали называем знающим и людей называем знающим, нет ташбига. Потому что знание людей, одно знание Аллах панатали совсем другое. И вот эти джагмиты этого не понимали. Они думали, называть что-то одним и тем же именем, это и есть ташбиг. Затем слово сущностью, то есть мы называем Аллах сущностью, но не как другие сущности. Потому что хакика Аллаха, сущность Аллаха, суть его, реальность Всевышнего, она отличается от всех других реальностей и от всех других сущностей. Так же как качество Всевышнего Аллаха, отличается от качеств всех остальных творений. И то, что Аллах панатали можно называть словом сущностью после иджмы, то есть достаточно иджма, мусульман, что Аллах панатали можно называть сущностью. Но это не является словами посланника Аллаха, это не хадис. И это является искаженными словами некоторых асхабов, потому что от Ибн Аббаса передается. Размышляйте о творении Аллаха, но не размышляйте об Аллахе. Поэтому слово «зат» от них не передается, но есть иджма, и сунна о том, что это слово можно использовать, значение мусуль, существующий. Затем знай, что если слово, какое-то слово, которое пришло в Коране и в Сунне, и Аллах употребил его к себе, или посланника Аллаха, этим описал Аллаха, если это слово «общее», употребляется одновременно и к Аллаху, и не к Аллаху, мы обязаны при его употреблении отвергать подобие с Всевышним Аллахом и его творениями. Как слово «щей» или «рдат», которым Аллах употребляет себя описывает, или иджма, и сунна, отвердило дозволенным это использовать в отношении Аллаха. В отличие, если шариат не пришел к употреблению этих слов, Но мы не говорим, что Аллах – тело, но не похоже на остальные виды тел, как это говорят каррамиты и допускают это. То есть, потому что слово «тело» не пришло в Коране и в Сунне, мы не можем Аллах спонтально этим употреблять. Даже если мы скажем, что Аллах – тело, которое не похоже на другие тела, этим Аллах спонтально нельзя описывать. Но кто так делает, согласно достоверному мнению, среди мусульман не будет кафиром. Он муктади, он грешник, он говорит Аллаху, что у него нет права говорить. Но то, что у него есть эта шубха, вот этот момент неясности, и то, что он отрицает подобие на своем уровне, у него нет намерения уподобить священного Аспанута'ля. Мы говорим, что вот это снимает с него ахкамы такфира, но и снимает ахкамы того, что наглюбит Аллаху. Что же такое шесть направлений? Это вверху, внизу, справа, слева, спереди, сзади. То есть шесть направлений. Это вверху, внизу, справа, слева, спереди, сзади. То есть это является у нас хабар, у которого муктада здесь подразумевается. Он здесь не проявлен. А само предложение, анджиатеситтихали, это является сифатом, слово датом. То есть сущностью. Какой сущностью? Какая эта сущность? Какое у нее описание, которое чисто от шести направлений? То есть это сифат, это джумля является сифат, у которого есть хабар, но муктада там мукаддар, анджиатеситтихали. Ну, можно сказать, такдир гуа. То есть гуа, это муктада, анджиатеситхали, это хабар. Он сущность какая? Мы говорим, что слово дат, когда мы употребляем в отношении Аллаха, она идет в дукера, то есть идет в мужском роде. В мужском роде. Видит табиман, аутакриман, вилляхи тааля. И это тоже вопрос, связанный с нахвей. И в этом слове есть отрицание, опровержение муктазилитов и кадаритов, которые говорили, что Аллах везде. Это нельзя говорить про Аллах, что Аллах везде. Потому что оно дает неправильное, неправильное из него можно выводы сделать, что Аллах сущностью везде. То есть это само предложение ошибочно. Или Аллах знанием везде, или Аллах управлением везде. И также это привержение на мучаббиха антропоморфистов и карамитов, которые говорили, что Аллах над Аршем. Но Аллах Господь Арш, Аллах является Господом Арша. Аллах Творец Аршем, тот, кто держит этот Аршем, а не тот, кто сидит на нем. «Имннагу хайюммуляк ульвият уасуфлият». Аллах спану та'аля управляет всем небесным миром, в том, что верхняя часть мира и нижняя часть мира Аллах спану та'аля одинаково является управляющим всем этим и ни на что не похож, нигде не находится, ни что из творения после акта творения не повлияло Аллаха и не изменило его. На этом мы закончим. Слава Аллаху алейкум Мухаммад и Аллаху и Сахару и Сахару.